Генеральские погоны, ордена матери и звания заслуженных в профессии. Сегодня в Дворце Независимости чествовали те, кто достиг особых успехов в выбранной сфере. Речь и о многодетных матерях, и о женщинах, достигших немалых весот в культуре, искусстве, науке, педагогике, спорте и о представителях силовых структур. Всего награждены более 30 человек. Церемония проходит в период между 23 февраля и 8 марта, чтобы объединить приятным поводом всех, кто этого заслуживает. Александр Лукашенко не скрывал, что вручение государственных наград и погон высшего офицерского состава для него самая приятная президентская миссия. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительные, бережные отношения к женщине – абсолютно базовые ценности белорусского общества. Особые слова благодарности адресую многодетным мамам, которые выбрали для себя трудную, но очень нужную, очень нужную для нашей страны миссию. Я бы сказал, чрезвычайно важную и нужную. Вы заботитесь не только о своих детях, вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нашей нации. Ведь каким оно будет, во многом зависит от вас, дорогие женщины. Позвольте мне от всей души поздравить вас с заслуженными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника, самое теплое поздравление я хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Все, кто удостоен признания заслужения своей стране, будь то в культуре, спорте или на военной службе, смогли оценить залы, где сегодня пишется история Беларуси. Приятным дополнением к награде стала экскурсия по Дворцу независимости. С этой наградой связана вся моя жизнь. Я всю свою жизнь отдала педагогике, отдала детям дошкольного возраста, потом студентам, с которыми я работаю уже очень много лет. И, конечно, это большая ответственность. Присвоение воинского звания генерала, это, конечно, высокая честь для меня. Я, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я всю свою жизнь посвятил служению вооруженным силам и нашей родине, Республике Беларусь. Это заслуга не только моя, но и моих подчиненных, начиная с самого солдата, прапорщиков и офицеров, которые своей деятельностью, своей службой вооруженным силам еще раз доказывают, что наши вооруженные силы боеспособны и способны решать поставленные задачи, в том числе, которые поставит нам президент. На самом деле, это был один из основных пунктиков, которого очень хотелось достичь. Поэтому, когда я узнала, что мне и вправду его присвоили, я, безусловно, была очень радостная. Мне, когда прислали приказ о том, что подтвердили, я прям просто скакала по комнате, бежала. Это было на сборах. Меня все ребята поздравляли с командой. После вручения наград участники торжественной церемонии смогли пообщаться и поздравить друг друга в менее формальной обстановке. В Дворце независимости состоялся прием от имени главы государства. Проект стратегических направлений развития евразийской интеграции должен уменьшить разрыв между политическими решениями и практическими делами. Об этом заявил глава коллегии Евразийской экономической комиссии на встрече с премьер-министром России. Михаил Мясникович уже посетил столицы стран ЕАЭС и провел переговоры с руководством. Встречу с Михаилом Мишустиным анонсировали в конце февраля, после переговоров в Минске. В мае в белорусской столице пройдет Евразийский экономический форум. Тогда же собираются подписать и стратегию экономической интеграции до 2025 года. Александр Лукашенко поручил подготовить вариант документа, где не будет двойных трактовок. И сегодня в Москве обсуждались нормы нового стратегического проекта, а также разногласия, которые существуют и в ЕАЭС, и в двусторонних отношениях Беларуси и России. «Есть достаточно много таких узловых моментов, которые требуют, на мой взгляд, разрешения, и которые бы способствовали тому, чтобы действительно интеграция углублялась. Потому что есть определенная недосказанность и есть определенный, на мой взгляд, разрыв между высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств, главами правительств на интеграции и практическими делами. Вот этот разрыв мы попытались уладить». «От эффективности работы и их будут зависеть привлекательность рынка Союза для инвестиций, экономический рост, повышение благосостояния наших граждан. Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов. Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства и, конечно, завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года». Сегодня у стран пятерки ряд несогласованных позиций по новой программе. Часть из них эксперты попытаются снять в середине этого месяца на заседании Совета ЕЭК. А результаты представят премьер-министрам 10 апреля в Минске на Евразийском межправительственном совете. Общая победа и общая память. Парламентарии Белоруссии и России сегодня посетили Брестскую крепость, где почтили память защитников легендарной цитадели и пообщались с ветеранами. Гости возложили венки к вечному огню в память о тех, кто сражался на западных рубежах и принял первый бой в июне 41-го. Про Брестскую крепость говорят, здесь начиналась война, но и зарождалась победа. Многим защитникам она стоила жизни. Более тысячи останков солдат покоятся под плитами мемориала. Это представители разных национальностей. Белорусы, русские, украинцы, грузины, армяне. Главы парламентских делегаций двух стран Наталья Качанова и Валентина Матвиенко пообщались с ветеранами, участниками боевых действий, детьми войны и узниками фашистских лагерей. Здесь, в Брестской крепости, у Тереспольских ворот защищал, сражался мой отец. Здесь все и напоминает о войне, и в то же время о мире, то есть, что теперь уже мир. Место замечательное, чудное. Сегодня вот прошлась еще раз. Вы знаете, мурашки по коже. Только сохраняя память о вот этих жутких, трагических событиях, которые были в нашей стране, мы можем созидать, мы можем формировать общество, гражданское общество. Мы можем воспитывать нашу молодежь с любовью к своей родине, с любовью к своей стране, с любовью к своему народу. Поэтому это очень важно. Это очень... Как оценить? Это невозможно оценить, правда? Это все, что есть у нас. Потому когда мы вот вспоминаем, я сегодня прошла по этому музею, я не могу спокойно проходить, потому что комп отступает в горло. Это невозможно просто. Мы должны помнить это и сделать все возможное для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Гости посетили новую экспозицию. Летопись Брестской крепости с трехмерными панорамами посвящена тысячелетию города над Бугом и его обороне в 41-м. Это совместный белорусско-российский проект. Кроме того, в цитадели продолжается реставрация восточного форта, финансирование из бюджета союзного государства. В будущем в казематах расположится еще одна экспозиция. Сразу два крупных теракта с большим количеством жертв сегодня всколыхнули мир. В столице Афганистана боевики сорвали памятную церемонию с участием премьер-министра. В результате стрельбы погибли 27 человек. Еще около 30 ранены. Двух террористов ликвидировали. Ответственность на себя пока не взяла ни одна из радикальных группировок. Тем временем у посольства США в Тунисе подорвал себя террорист-смертник. Ранены пять полицейских. Всех работников посольства эвакуировали. Большое масляное пятно площадью 150 квадратных метров обнаружили в западной Двине. О нем сообщили жители Витебска. Загрязнение реки произошло в черте города. Спасатели оперативно установили боновые заграждения. Это остановило разлив. Сейчас на участке устойчивый запах нефтехимии. Мазут или дизельное топливо специалистам еще предстоит выяснить. Сотрудники областного комитета природных ресурсов взяли пробы воды. В настоящее время стоки этого вещества в реку прекращены. То есть они ограждены этим боновым ограждением. Поэтому о каких-то масштабных ЧАЭС сейчас говорить еще рано. На месте продолжают работать оперативные группы, которые занимаются поиском места, откуда происходит данный сток. Вещество спасатели соберут с помощью абсорбента. Сейчас эксперты ищут источник, откуда жидкость попала в ливневую канализацию, а затем и в реку. В этом месте большой промышленный узел с транспортными и строительными компаниями. Повышенное внимание сотрудников ГАИ сегодня к автоледи. Но паниковать не стоит. В преддверии 8 марта инспекторы выходят на дороги с цветами. Теплые слова, подарки, а в экстренной ситуации машину подтолкнут. Главное на дорогах, конечно, безопасность. А потому в предпраздничные дни напоминают автомобилисткам о правилах. В стоп-листе курение, алкоголь, телефонные разговоры. Внимание ремням безопасности и исправности машин. Очень приятно, неожиданно. Я вас не видела. Хорошего настроения в этот день. Девушек, когда останавливаешься в такой день и поздравляешь их, у них сразу настроение как бы поднимается. Улыбка на лице появляется. Девушки более внимательные, бдительные, рассудительные. От них меньше нарушений происходит. Любви, тепла, удачи на дорогах. Соблюдать скоростной режим, проезды пешеходных переходов, перекрестков. Не дремлют сегодня и другие службы. Весенний комплимент маме, бабушке или подруге бесплатно и в короткие сроки поможет отправить Белпочта. А уже в воскресенье в Минске пройдет женский легкоатлетический забег Beauty Run.